Вот эта картиночка с замком, она не случайно на первом слайде. Тема средневековой истории, она необыкновенно интересна. Сегодня огромное количество людей интересуется этим отрезком историческим. Читают книги, читают романы, читают документы. А некоторые даже, вот видите, как на картинке по выходным одевают на себя доспехи и пытаются играть в рыцарей. И сегодня даже проводят такие международные соревнования, которые называются историческое фехтование. И вот в Германии живет такой человек, зовут его Густав Шмидт, который является почетным председателем Ассоциации исторического фехтования Германии. И он, конечно, фанат вот этого рыцарства, это его хобби, этим он интересуется, свободное от основного дела время. А основное его дело, это довольно успешный бизнесмен, который владеет сетью гостиниц, ресторанов в Западной Европе. Причем все рестораны и гостиницы его премиальные, небольшие, такие виповские, и все, конечно, оформлены в ресторском стиле. И вот Густав Шмидт примерно 30 лет назад задает себе вопрос, что делать дальше, как развивать свой бизнес, куда вложить деньги, чтобы заработать еще больше. И Густав Шмидт принимает решение выпускать посуду для профессиональных продавцов. Потому что, еще раз напомню, основной бизнес его все-таки рестораны. Под это дело в Германии, вот это у нас карта Германии, там есть такая земля Нижняя Саксония, и есть такой город, который называется Зальцгиттер. Вот неподалеку от этого города Зальцгиттера Густав Шмидт строит завод. А точнее даже не завод, а заводик. А еще точнее, такую производственную лабораторию, где он может экспериментировать, пробовать, смотреть, искать. И вот на этом самом заводике, в этой самой лаборатории, он начинает выпускать посуду для профессиональных поваров. Первая посуда, которая появляется примерно 30 лет назад, если я не ошибаюсь, в 1988 году, это посуда из нержавеющей стали. Посуда вышла на рынок и тут же обратила на себя внимание профессиональных поваров. Они заметили ее, они отметили ее, потому что она действительно реально отличалась от того, что у них было до сих пор. Посуду выпустили, нужно было дать какое-то имя этой посуде, как-то нужно было ее назвать. И вот здесь, конечно, хобби Густава Шмидта выходит на первый план. Помните, я говорил, что он как раз любит и знает эту рыцарскую самую историю. И вот оказывается, что там, где сегодня находится город Зальцгиттер, в средние века, в Германии, был большой такой европейский оружейный центр. Визитной карточкой этого оружейного центра был вот такой кинжал. Кинжал с круглой рукоятью, с круглой гардой. Гарда – это вот то, что защищает руку. И из-за этого, из-за этой круглой гарды кинжал назывался рюндл. И вот Густав Шмидт даже на одной из пресс-конференций говорит такую фразу. Традиция и красота рыцарского оружия должна найти свое продолжение в продукции рюндл. А так как посуда тоже имеет, как правило, круглую форму. Вот видите, здесь на картинке кинжал с круглой рукоятью. Рыцари круглого стола. И посуда имеет характерную форму. И назвал он эту посуду новую, которую выпустил рюндл. По имени вот этого кинжала рыцарского. Посуда сразу обратила на себя внимание профессионалов. За счет своей технологичности, необычности. Что в ней было необычного, я вам сейчас тоже несколько слов скажу. Я вам сейчас покажу видеоролик. Этот ролик снимали гораздо позже, уже мы здесь, в Москве. Но в нем упоминаются некоторые технологии, которые появились тогда, вот 30 лет назад. В той самой профессиональной посуде. Профессиональная немецкая посуда Рюндл создана для удобства и экономии времени. Вот лишь некоторые из ее преимуществ. Оригинальный дизайн серии Фламе позволяет сливать жидкость, не снимая крышку. В серии Эволюшн используется уникальная технология Триплай. Она обеспечивает равномерность и быстроту прогревания. Универсальные крышки Intelligent Knob самостоятельно регулируют выпуск пара. Надежное титановое покрытие Quantanium в серии Virtus исключает возможность пригорания. С профессиональной посудой Рюндл блюда готовятся быстрее и получаются вкуснее. Профессионалы рекомендуют Рюндл. Рюндл.